Проверка легальности алкогольной продукции это тема, которая без сомнения тревожит многих жителей Красноярского края, потому что вновь прокатились события, связанные с отравлением и даже со смертью людей, которые, в общем-то, приобрели продукцию ненадлежащего качества. Маркетолог торговой сети Дмитрий Полуянов нам сейчас расскажет о том, какие же ведутся, какие меры предпринимаются, чтобы вот искоренить нелегальную алкогольную продукцию. Да, доброе утро. Я сегодня пришел не один. В компанию с бутылкой. Ну так, и нужно в гости приходить, да? Ну да. И нужно. Пришел без бутылки и иди домой. Проблема, которая имеется в нашей стране, и для нас вроде как она неощутима, но хотя многие на самом деле испытывают ее тоже, это нелегальный алкоголь. По статистике, порядка 60% всей алкогольной продукции, которая продается в нашей стране, она тем или иным способом нелегальна. 60%? Порядка 60%. Но что относится к понятию нелегальной продукции? Это не только самопальная алкогольная продукция, это еще и абсолютно качественная, но без акцизной марки. То есть она неучтенная, ее произвели на том же заводе, но государство эти бутылочки не увидело. Да, и в доходе не поучаствовало. Весь доход осел у производителя и чуть-чуть у тех, кто доставил продукцию до полки магазина. Так вот, что произойдет, что уже происходит? С прошлого года началась активная работа, и по закону, по-моему, еще от 2011 года, а реализуется он только сейчас, представляем, да, какой разрыв, Вся алкогольная продукция должна быть промаркирована и продана в соответствии с новыми требованиями. Что за новые требования? Многие видели, что на бутылке есть некий штрих-код, QR-код, это двухмерный код, который несет в себе всю информацию о данной бутылке. Когда она была произведена, где произведена, и второго такого нет, он уникальный. Так вот, с 1 июля текущего года во всех магазинах, продавая алкогольную продукцию, кассир, продавец, должен будет отсканировать этот штрих-код, этот QR-код, и на чеке должен появиться вот такой QR-код. То есть не просто информация, как было раньше, допустим, вино такое-то, цена такая-то, должен быть QR-код? Да, должен быть QR-код. Мы, как покупатели, можем этот QR-код просканировать и получить в неком мобильном приложении или на интернет-сайте информацию, что за бутылка, кто производитель и легальная ли она. Но наше государство решает ведь вопрос не только безопасности, но еще и наполнения бюджетов. Так вот, ожидание, что пропорции изменятся в текущем году, и 60% станет уже легального, 40% или, может быть, чуть меньше нелегального, и все будет уходить в сторону уменьшения, должно уходить. Мы с вами, как покупатели, конечно, защищены, потому что если мы хотим купить алкоголь и приходим в павильон, нам не дали, не распечатали в чеке такой QR-код и не просканировали его, мы точно задумаемся, а честная ли эта продукция, можно ли ее употреблять. Многие мои знакомые в момент, когда происходили нехорошие события и были, к сожалению, жертвы после употребления определенного виски, даже боялись покупать алкоголь в розничных магазинах, в сетевых магазинах. Сейчас такой проблемы нет. Если вам распечатали, отсканировали, вы можете быть уверены, что все нормально, продукция качественная. Когда это будет происходить? Когда уже это появится? С 1 июля. С 1 июля 2016 года. Да, текущего года. Что это такое? Это сканер двухмерного штрих-кода, и кассы, наверное, 90% магазинов, а то и 95% будут снабжены вот такими пистолетами. Это дополнительный считыватель, помимо того, к которому мы привыкли, который пикает. Да. Теперь кассир сканирует обычный штрих-код, затем сканирует этот QR-код. Конечно, дольше. И нам придется в очереди постоять чуть больше времени. Но, мне кажется, безопасность превыше всего, и я лично поддерживаю эту лицензию. Будут ли вот подобные штуки в павильонах, в мелких магазинчиках? Будут. Должны быть. Должны быть. Должны быть, да. Если вдруг нет, то тогда этот павильон должны лишить алкогольной лицензии. Но мы знаем, что львиная доля доходов в павильонах приходится на алкогольную продукцию, и для них это гибель. Будет ли это относиться к пиву, например, к слабоалкогольным напиткам? Да, к пиву тоже. То есть, в том числе, его нужно будут сканировать отдельным сканером, плюс в чеке должен быть вот код распечатан. Фантастика. Ну, посмотрим, что будет 1 июля. Действительно ли настолько ужесточится контроль за оборотом алкогольной продукции. По крайней мере, крупные торговые сети уже готовы к этому, да, и оборудование закуплено. Ну, и их в первую очередь это коснулось, как обычно. Ну, а дальше будем смотреть на реализацию вот этого правильного закона в мелкой рознице. Спасибо огромное. Мы говорим Дмитрию Полуянову, маркетологу торговой сети, но и продолжаем нашу программу.